Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Прятко, и я практикующий ветеринарный врач. И сегодня с моим коллегой Анатолием Петруком мы расскажем и покажем вам, как защитить ваших лошадей от летающих кровососущих насекомых. Ежегодно с приходом весны лошади становятся мишенью для мух, мошек, оводов, слепней, комаров и другого гнуса. Там, где есть лошади, обязательно будут эти насекомые. Но кроме дискомфорта, который они доставляют лошадям, садясь и кусая их, они также могут стать переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Например, мошки, которые роятся возле головы и при этом сосут кровь, вызывают не только кровопотери, но и со слюной выделяют вещество, которое вызывает раздражение, сильный зуд и отеки у лошадей. Мухи своими укусами мешают выпасаться лошадям, заставляя их постоянно перемещаться и бегать по пастбищу, убегая от назойливых паразитов. Слепни – это крупные насекомые, которые больно жалят лошадей и пьют их кровь. Кровь животных нужна им для развития яйцеклеток и дальнейшего размножения. Лошадь обмахивается хвостом и бьет себя задней конечностью по животу, потому что именно в этом месте слепень любит садиться. Оводы – еще один опасный паразит лошадей. Кроме того, что они доставляют беспокойство, ползая по коже животных и откладывая на волосах свои яйца. Это взрослые их формы и магов. Так они еще в форме личинок мигрируют по организму лошади и заселяют слизистую желудка. Дело в том, что когда овод, взрослая особь, садится на лошадь и откладывает на шерсти свои яйца, лошади слизывают эти яйца. Таким образом яйца попадают в ротовую полость сначала, а потом через пищевод и в желудок. Из яиц вылупливаются личинки, которые присасываются к слизистой желудке. И это заболевание называется гастрофилез. Последствия гастрофилеза – это колики, анемия, язвы и даже закупорка желудка. Не меньше вреда приносят лошадям и такие насекомые, как комары и гнус. Как же нам защитить наших лошадей от этой напасти? Вот уже несколько лет мы в своей практике используем препарат «Эктосан Спот-Он». В его составе содержится два компонента – альфа-циперметрин и пеперонилобутоксид, которые прекрасно справляются с летающими паразитами, блокируя ионные каналы нервных клеток. Раствор мы наносим точечно – на шею, холку, подгрудок, бедра и вокруг хвоста. По 2-3 мл в одно место, используя 33 мл на взрослое животное. Молодняку до 200 кг веса используем 1,5 мл на 10 кг веса. Запомните, обработку проводим вечером, чтобы последующие 10 часов животные не находились под прямыми солнечными лучами, так как это снижает эффективность препарата. Не следует на протяжении суток чистить или мыть животных. После обработки животных препарат обеспечивает защиту до 28 дней. После завершения этого периода нужно снова обработать животное. И так до конца сезона лета насекомых. Не следует обрабатывать больных, истощенных, подсосных кобыл и их жеребят в первые 2 месяца после родов. Друзья, и конечно же, создавайте условия, ограждающие ваших лошадей от насекомых. Регулярно и полностью очищайте дельники, а также буртируйте гной вдали от выпаса и содержания ваших лошадей. Берегите себя. До свидания. Продолжение следует...